Сегодня утром у нас в гостях клинический психолог Республиканского Перинотального Центра Елена Эгба. Елена, доброе утро. Доброе. Очень приятно, что пришли к нам в студию. Елена, и тема у нас для разговора очень хорошая. Вы выиграли в конкурсе «Святость материнства». И вот расскажите, пожалуйста, где вы были, что выиграли, каким образом, как это было трудно. Нам интересно все знать. С удовольствием расскажу. Этот конкурс проходил как бы в России, он всероссийский. Начну с самого главного. Учредителем этого конкурса стал Международный фонд содействия возрождения, так скажем, духовно-нравственных инициатив. Этот фонд называется фонд Андрея Первозванного. И учредил он такую всероссийскую программу, программу «Святость материнства». Целью этой программы, в принципе, так и конференция, на которой я была, целью является создание междисциплинарных диалогов, которые освещают различные аспекты здоровья семьи, как в социальном, как в духовно-нравственном, так и в репродуктивном плане России. Расскажите, пожалуйста, среди кого был конкурс? То есть соревновались только психологи, то есть участвовали в данном конкурсе или? Нет. В данном конкурсе четыре номинации существовали. Существовали гинекологи, то есть номинация «Лучший гинеколог до абортного консультирования», «Лучший соцработник, соцпросветработа», «Лучший психолог до абортного консультирования». И вот такие четыре номинации. Замечательно. Скажите, пожалуйста, что входит в вашу работу, Елена? Вот вы выиграли как «Лучший психолог до абортного консультирования», да? То есть вы консультируете, получается, женщин до самого процесса. Сейчас объясню. Стала я в номинации «Лучший психолог до абортного консультирования», третий, четвертый уровень ЛПУ. Они тоже распределялись, там первый, второй уровень был. Ну, наименование, да? К коему относятся учреждения? Моё учреждение относилось к третьему, четвертому уровню лечебно-профилактического учреждения. Работа, конечно, была кропотливой. И не за один день как бы я её провела. И не я одна, мне помогали мои коллеги. Консультация была и ведётся. Это основная цель моей работы, скажем так. Это специфическая работа. То есть, в принципе, я работаю со всеми. Ну, перинатальный центр, он подразумевает собой работу с родильницами-роженицами. И женщинами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. То есть я не ограничиваюсь тем, что вот просто женщина в раздумье, да, и репродуктивный выбор это называется. То есть она в раздумье рожать, не рожать, оставлять беременность или нет. То есть, да, это основная моя цель, но на этом я не ограничиваюсь. Елена, а подскажите, пожалуйста, вот как часто роженицы нуждаются в вашей психологической помощи? Вы знаете, психологическая помощь, я думаю, нужна и роженице, и родильнице, и родственникам вдвойне взятым. Потому что как она нужна самой женщине, она нужна и окружающим её людям. То есть вы сказали роженицам, да? Естественно, потому что после родов женщины всё-таки пребывают в неком таком недоумении, скажем так. Недоумение сказывается сейчас в разных аспектах. И социально, и материально, и тот же духовно-нравственный фактор. Вот оттуда и проблемы, хочу сказать. Что действительно, когда жизнь не стоит на месте, цивилизация как бы тоже двигается вперёд. Поэтому женщины не у всех одинаковые. Ну скажем, это злободневная тема. Материальный уровень не у всех одинаковый. То есть вот эти все нюансы складываются в одну проблему у кого-то как бы в большей или меньшей степени. Кто-то переживает её, то есть осмыслил и пошёл дальше. А кто-то просто застревает. И моя цель – помочь осознать, что не всё потеряно, всё можно пережить. Есть пути выхода, и они не такие страшные и грозные. То есть определённое время пройдя, женщины тоже приходят в мой кабинет, мы общаемся с ними продолжительное время. И после родов, и во время беременности у нас существуют и доверительные отношения. Они приходят во время беременности, даже если нет никаких проблем. Просто пришла, пообщалась, у меня всё хорошо. То есть у нас идёт как бы сопровождение во время беременности. То есть просто человек может прийти и поговорить. Естественно. Иногда у человека, оказывается, в таком огромном мире, когда нас окружает очень много людей, и иногда есть люди, которым не с кем поговорить. И получается, что вы здесь огромный помощник в данной ситуации. Абсолютно верно. Я соглашусь, Алина, даже утверждаю. Потому что люди сейчас плохо стали слышать друг друга. Они слышат, но не слушают. Слушают, но не слышат. То есть даже наши родственники, наши близкие, да, они помогут нам в трудную минуту. Но тот фактор, что не хватает того момента, где-то что-то недосказано, где-то недослышано. Вот эти все моменты, просто мало общаемся друг с другом. Очень мало. То есть и мало говорим о своих чувствах друг к другу. Очень. То есть это всё равно рано или поздно даёт о себе знать. И это всё выходит в какую-то проблему. Это хорошо, если не выходит. Люди должны слышать друг друга, общаться и чувствовать. И говорить свои чувства друг другу, не стесняясь. Замечательно. Замечательные слова. Я очень надеюсь, Елена, что сейчас нас смотрит огромная аудитория Архиз-24 и слышит вас. Вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, что повлияло, вот почему в 21 веке мы не слышим друг друга? Это гаджеты, это много работы. Вот как вы считаете? Мы перестали общаться со своими детьми. Не за всех скажу, и не так, как бы, что прям вообще не общаемся. Да, общаемся. Мы общаемся, как у тебя дела, всё хорошо, сколько на питание, сколько туда, сколько вообще нужно на секцию и так далее. То есть мы редко когда сопровождаем. Конечно, есть такие родители, которые везде рядом с детьми. Я прям вот, у меня самой тоже двое детей, и не всегда у меня получается сопровождать их. А знаю, что многие мамочки, они посвятили тоже вот жизнь своим детям и работают, и приходят. Ну, конечно, тяжело. В наше время очень тяжело совмещать работу и хождение с детьми по секциям. Но на это нас выручают, естественно, наши дедушки, бабушки, наши близкие. Огромное им спасибо. Поэтому общение с детьми, это не подразумевает круглосуточное нахождение рядом с ними. Просто сесть, выделить, поговорить, что ты сделал сегодня, как ты чувствовал себя. Естественно, что у ребёнка не каждый день праздник. Естественно, какие-то у него будут, ну, как и у всех у нас в детстве, будут какие-то переживания. Это уже отдельная тема, какие переживания, какие причины бывают. Вот, поэтому просто нужно разговаривать, чтобы человек, близкий наш человек, ребёнок, близкий тот человек, родитель, они поняли, что ты не безразличен им, и они не безразличны тебе. Елена, раз мы уже так вот плавно перейти к детям, вот скажите мне, пожалуйста, считаете ли вы верным утверждение, что всё-таки все наши проблемы идут из детства? Конечно, вот как раз к этому я шла. То есть опять затронем ту же конференцию. Конференция и цель этой конференции, цель этой программы, она перекликается. Потому что этот фонд, он, цели я уже сказала, да, что площадку они создают, чтобы всегда вот междисциплинарно все мы общались друг с другом. А всё из детства идёт, это утверждение я подтверждаю, я сама подтверждаю. Ну и поучаствовав в этой конференции и услышав много мнений, как со стороны членов здравоохранения, так как выслушав экспертов, представителей общественных и религиозных организаций. Единственное, у них складывается одно мнение, что все проблемы и все вот эти моменты, которые вот потом выливаются во взрослую жизнь, они идут в семьи. То есть член общественной палаты, он председатель комиссии Лио Бакерия, все заслуги и так вы знаете перед отечеством его. Вот я его процитирую, что он привёл много фактов из своей личной жизни, что он рано остался без отца, что у них очень много детей в семье было. И он, процитируя его, он сказал, что самый основной двигатель традиционного института семьи является материнство. То есть на материнстве стоит и устоял этот институт семьи традиционный. Поэтому общественные деятели, представители здравоохранения, все они как бы сошлись в одном мнении, что надо как бы содействовать формам взаимодействия между организациями, между ведомственными организациями, чтобы это всё привело к взаимодействию мамы и ребёнка. Взаимодействие, осознанное восприятие, отцовство. Я прямо от себя скажу. Отцовство, детство, материнство. Материнство всегда в основном осознанно. За исключением ряда причин. По статистике в роддоме, в перинатальном центре, у нас за несколько лет не было у нас неосознанного материнства. То есть не было оставлено детей, скажем, впрямо. Поэтому неосознанное отсутствие, к сожалению, существует. Потому что неправильное видение этого всего. В семье не воспитали то видение правильное, которое он не может дать дальше. Если мальчик не увидел, как должно быть в семье, как любят, как относятся к нему, он и не даст, не он виноват в этом, виновата в этом, скажем, его окружении. Не скажу мама, папа. Ну не дали о нём. Он и не даст дальше. Он не видел этого. Как он может пойти дальше в жизнь с тем, чего не видел и чего не имел. То есть это всё с семьи. Поэтому, вот, ещё раз повторюсь, эта конференция носила очень плодотворный, по крайней мере, характер. А дальше, наверное, посредством нас, представителей регионов, пойдёт это в массы, что это всё надо начинать, формирование надо начинать с семьи. Потому что именно в семье зачинались все эти проблемы, которые выходят во взрослую жизнь. Очень хочется, чтобы нас сейчас слышали все. Очень. И эта информация, на самом деле, дошла до всех, потому что я каждое утро перед мультфильмом говорю о проблемах таких детских и как их можно решить. И вот как раз, мне кажется, Елена сегодня подтвердила все те советы, которые я говорю вам по утрам, дорогие друзья. Спасибо вам огромное за такую полезную беседу, Елен. И что бы вот в конце вы пожелали нашим дорогим телезрителям? Жителям нашей республики я хочу пожелать больше счастливых, здоровых мам и больше детских улыбок. Спасибо вам большое, Елена. Ну что ж, а мы вот на такой прекрасной ноте продолжаем наш эфир.